Цветущий городок солнца. Пока здесь только слышен шум газонокосилки и чувствуется запах свежей краски. Но совсем скоро пространство лагеря заполнится детишками. И, конечно, пробегая по центральной улице, взглянув направо, каждый увидит стоящий в углу новенький корпус. Проектировщики, строители постарались сохранить количество мест за счет того, что сделали стены капитальные у обеих веранд. Вот, естественно, все удобства находятся в корпусе. И добавились две маленьких палаты. И поэтому 32 человека вместимость корпуса как была, так и осталась. Это идеально выкрашенное здание с крышей цвета ультрамарин заметно отличается от других в лагере. Не только внешним видом. Внутри все новенькое. Полы, окна, радиаторы и стены. В скором времени в корпусе установят кровати, распакуют матрасы, повесят шторы. И здесь будет не только чисто, но и уютно. Светлые комнаты сделаны из экологически чистых материалов. К примеру, в трех больших помещениях будет располагаться по восемь спальных мест. В двух маленьких – по четыре. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев привык лично проверять итоговую работу. Вот и сегодня он приехал в лагерь, чтобы не на картинке, а воочию увидеть новый корпус. Вот мы думаем, надо ли сюда скамеечки ставить? А вы, если выражаете, что там... Тусовочное место. Пройдя по корпусу, Михаил Зуев отметил несколько положительных моментов. Ему понравились светлые комнаты, пол, который покрыт лаком, а не краской, раздельные санузлы для мальчиков и девочек и вместительная веранда. В целом Михаил Васильевич дал строителям оценку «хорошо». Вот практически более 50% объектов нашего детского лагеря мы уже перестроили. Мы построили новый медицинский корпус, прекрасный. Все функции там заложены, все требования соблюдены. Значит, мы перестроили уже четыре дачи, в которых тоже обеспечены все санитарно-гигиенические требования, соблюдены все нормативы, санпины. Значит, и шаг за шагом, вот смотрим, осталось всего четыре дачи перестроить. Я думаю, что красивая цифра 500 человек в одну смену – это вот та цель, к которой мы должны стремиться. По словам Михаила Зуева, завод, как городообразующее предприятие, на территории присутствия считает обязательным вести социально ответственный бизнес и заботиться о подрастающем поколении. Ольга Демьянец, Сергей Чужов. Новости. Твой день.